Всем привет! Это 35-й безо скринкастов «Научись Rails» и сегодня мы поговорим про то, как установить и использовать в нашем рельсовом приложении Twitter Bootstrap Twitter Bootstrap — это, как некоторые из вас, наверное, знают, специальная библиотека, которая позволяет нам делать красивые кнопочки, вот как на GitHub здесь и вообще удобно и быстро делать разметку страницы с помощью заранее определенных в CSS стилей И мы в нашем рельсовом приложении будем использовать специальный гем Bootstrap SASS, который, по сути, представляет из себя переписанный на языке SASS Twitter Bootstrap И я предпочитаю использовать Bootstrap SASS, потому что SASS — это стандартный гем, который используется в рельсах, в то время как Twitter Bootstrap по умолчанию использует LESS Кстати, если вы не вполне уверены, что такое SASS и LESS, то я настоятельно, конечно, рекомендую вам погуглить это Ничего сложного в этом нет, это просто расширение языка CSS Так вот, чтобы установить Twitter Bootstrap, нам необходимо почитать документацию И здесь мы видим, что у нас требуется установить два гема SASS Rails и Bootstrap SASS Именно их мы и добавим в наш гем-файл И теперь можно запустить команду bundle install Здесь он у нас ругается на версии гемов, мы просто уберем версии и попробуем запустить еще раз Замечательно, гемы установлены Теперь нужно вернуться в документацию и посмотреть, что требуется сделать дальше А здесь у нас указано, что необходимо добавить импорт Bootstrap, строчку import bootstrap в наш application.css файл Причем обратите внимание, application.css Таким образом, если ваш файл называется application.css, то переименуйте его, добавьте в конец расширения s.css Это вам ничего не сломает Ну а теперь вы сможете в вашем файле использовать расширенный язык s.css Так вот, сюда мы просто добавим строчку import bootstrap И теперь все стили определенной библиотеки Bootstrap будут загружены в наше приложение Давайте посмотрим, как это скажется на внешнем виде всех наших страниц Запустим Rails Server Ну и теперь перейдем, например, на страницу Для входа пользователя Итак, посмотрите, наша форма, она преобразилась по сравнению с тем, что было А чтобы увидеть, что у нас было до этого Мы можем просто убрать Даже не перезагружая сервер, на самом деле Мы можем просто убрать вот эту строчку или закомментировать ее временно И посмотрите, как форма, как наша форма выглядела без bootstrap Мы добавили bootstrap И все поля, кнопочки стали выглядеть несколько более симпатично Ну, с кнопочками я погорячился Кнопочка у нас, похоже, выглядит ровно так, как она и выглядела И проблема здесь в том, что Twitter Bootstrap по умолчанию Кнопками делает все дивы, у которых есть два класса BTN и BTN Success, например Тогда кнопочка будет зеленой Здесь мы увидим Если нажмем Base CSS Вот как создаются кнопки Нам просто нужно создать див с классом BTN И дальше, в зависимости от того, какой цвет кнопки мы хотим видеть Мы добавим еще второй класс Например, BTN Warning или BTN Info и так далее Так вот, если мы посмотрим на форму в нашем рельсовом приложении Она у нас находится по адресу Device Registrations New То увидим, что вот здесь у нас нет никаких классов Которые могли бы сделать из стандартной кнопки То, что здесь у нас продемонстрировано на странице документации по Twitter Bootstrap И чтобы исправить эту ситуацию, нам необходимо добавить кое-что в наш CSS файл Вернемся в Application CSS И вот здесь напишем такой стиль Input Type Submit И дальше воспользуемся специальным макросом Extend С помощью которого добавим вот такую штуку Здесь не забудем поставить точку Теперь обновим браузер Обновим нашу страницу для входа Сейчас мы видим, что кнопка изменила свой вид И стала такой, как это показано вот здесь на странице документации Bootstrap Если вы, естественно, хотите сделать эту кнопку, например, зеленой То можно просто добавить еще один стиль Прямо сюда И обновив страницу, мы увидим, что наша кнопка стала зеленой Ну вот это небольшое введение в то, как установить Bootstrap для рельс Мы в наших страникастах не будем посвящать слишком много времени настройке и использованию библиотеки Bootstrap Потому что это не касается напрямую Rails разработки Если вы хотите научиться аккуратно и красиво верстать сайты с помощью Twitter Bootstrap То, безусловно, начните с изучения документации Я думаю, что огромное количество есть документации на русском языке Поэтому ваша задача просто состоит в том, чтобы начать исследовать этот вопрос Установка в рельсы производится вот таким достаточно простым способом Устанавливаем гем и пишем импорт Bootstrap После чего можем использовать все, что предоставляет нам эта библиотека Вот и сегодня у меня все Напоминаю, что вопросы по разработке Rails-приложений вы всегда можете задать на сайте Hasbrains в соответствующем разделе Удачи!